добрый день слышно меня здравствуйте да хорошо так давайте но присутствующих немного так самсонова мария ленична пожалуйста а почему у вас в туисе нету отчество принципиальные соображения так скажите видно да все видно на весь экран пожалуйста разверните а какая у операционной системы windows 7 да-да-да-да узнаю хорошо понятно обычно все путается эксперт давайте начну и так сегодня буду защищать основные модели безопасности операционной системы меня зовут самсону мария прибавитель является лёв дмитрий сергеевич и член по дисциплине информационно-безопасность давайте же приступим и так а здесь представлено краткое содержание моего доклада далее представлены информация о докладчике и давайте же приступим начнем с того что такое безопасность операционной системы безопасность системы это у нас такая совокупность мир которая направлена на защиту данных и ресурсов компьютера от несанкционированного доступа кражи модификации то есть у нас безопасность операционной системы включает себя не только внешние угрозы это взлом вирусы кибератаки но и также внутренние аспекты например управление правами доступа пользователей и контроль доступа контроль выполнение приложений соответственно ключевыми аспектом безопасности у нас являются управление доступом а вот информация автономная защита то есть способность с ним заработать в разных условиях отключения внешних сервисов шифрование данных и также логирование и мониторинг что такое у нас модель безопасности это у нас соответственно такой формализирован подход который определяет как у нас система а будет контролировать доступ к ресурсам и защищать данные от несанкционированной использования то есть она представляет собой теоретическое описание принципов на основе которых у нас строится защита информации ресурсов внутри самой персоной системы а каждая у нас модели соответственно ориентирована на несколько ключевых целей безопасности таких как конфиденциальность и доступность и этим у нас как раз такие модели формализованы в виде правил и алгоритмов которые затем регулируются на основе операционной системы то есть основными элементами к основным элементам модели безопасности у нас относятся во-первых субъекты то есть это пользователи или процессы которые запрашивают доступ к определенным ресурсам далее это у нас объекты ресурсы которым запрашивается доступ то есть файлы данные приложения и последнее это правило доступа то есть условия которые определяют может быть субъект выполнить определенные действия с объектом и таким образом у нас модели в принципе сами по себе обычно делятся на категории в зависимости от того какие аспекты безопасности они защищают и какие принципы управления используют и соответственно существует несколько моделей безопасности давайте рассмотрим первый основной тип это у нас дискрепционные модели безопасности и они у нас управляют правами доступа к ресурсам через владельцев этих ресурсов то есть нас владельцы сами означают изменять права доступа для других пользователей основываясь на их идентичности и каждому объекту у нас понятно что назначен субъект владелец который определяет кто имеет доступ к объекту и какие операции разрешены к основной операции у нас относится чтение запись выполнения удаления программ и таким образом модели у нас дискрепционного доступа для каждой пары субъект объекта задается разрешен на набор аукций а дискрепционная у нас модель реализована в таких операционных системах как windows и linux как раз таки представлено на слайде можно увидеть что мы здесь можем разрешить для пользователей там либо полный доступ который включает изменения чтения запись вот либо соответственно отдельные простки данные потом далее вторая модель это у нас мандатная модель безопасности она составлена на мандатном управлении доступа и мандатном управлении доступом у нас представляет собой механизм который основан на присоединении меток официальности объектом и официальное разрешение субъектом получается на доступ к определенным информациям к определенному уровню и таким образом у нас подход предвращает несанкционированное использование компьютерных процессов иногда также у нас самодатная модель безопасности называют принадлительным контролем доступа то есть в таких моделях у нас контроль доступа осуществляется на системном уровне и не может быть изменен пользователем и система у нас назначает метки безопасности с объектом объектом а доступ регулировать соответственно с этими метками и установленными правилами где у нас реализована мандатная модель она в принципе впервые была реализована в операционной системе как плейс и в 2003 году соответственно динопс добавил архитектуру к основному ядру и как раз таки это сделала модель частью основной ветки разработки также она используется и последняя основная модель которой расскажу это модели с ролевым разрешением доступа то есть в такой модели у нас а доступ ресурсом осуществляется регулировать основание ролей которые назначаются пользователем и каждая роль у нас содержит набор правил доступа и пользователи получают доступа в зависимости от своей роли а не индивидуальных решений а что такое роль это у нас такая сок такая совокупность действий которые соответствуют определенной должности или функции вот ну и таким образом к примерам морали мы можем отвести администратор базы данных а начальник отдел или менеджер при этом на данном слайде у нас соответственно реализована модель схема ролевой модели контроль доступа и здесь мы можем увидеть пользователи соответственно у нас есть также сессии то есть пользователем назначаются определенные конкретные роли вот соответственно и роли имеют иерархию включения и каждая роль имеет свои привилегии вот соответственно ролевая модель у нас используется и в субд оракова и соответственно применяется также в различных гибридных моделях о них как раз сейчас поговорим но для начала скажу о том что существует на данный момент появляются различные угрозы уязвимости то есть это исходит на уязвимости ядра например золомышленники находят уязвимости в гидре операционной системы и обходят механизмы контроля доступа получают повышенные привилегии а также существует атаки на цепочки доверия то есть у нас понятно что современной модели зависит от множества а драйверов и библиотек и соответственно происходит атаки на эти компоненты которые могут разрушить работу системы и последнее это также может привести пример просто через обратную уязвимость и вот то есть аппаратная уязвимость показывает что даже самая защищенная с операционной системы компоненты их могут быть атакованы через слабости в артеку пропали у вас микрофон отключился так она пока не слышно вижу что вы второй аккаунт ввели но пока не слышно так а вот слышно так вот соответственно остановился на модели это у нас дискрепционная и мандатная модель используется все linux и позволяет пользователям файлов сдавать расширение для других пользователей и обеспечивать строгий контроль доступа на уровне всей системы независимо от владельцев потом далее это дискрепционная модель соответственно и ролевая то есть здесь у нас например windows server модель для администрирования пользователей и ресурсов и у нас пользователи которые например отнесены к роли менеджер могут иметь доступ к определенным ресурсам без необходимости вручную назначать права доступа каждому пользователю и также у нас есть модель ролевая и мандатная она что используется в корпоративных и государственных системах и соответственно там администраторы используют строгие полиции контроля доступа а у нас пользователи работают с ограниченными ролями для выполнения определенных задач и конечно же это помогает уменьшать риск нет санкционированного доступа что упрощает соблюдение требования безопасности вот ну и в заключении мы как раз таки хочу сказать что мы рассмотрели основные модели безопасности операционных систем вот посмотрели также их гибридной модели вот ну и понятно что каждая модель обладает своими уникальными характеристиками и это позволяет все защищать данные в различных сценариях использования на этом у меня все здесь представлен соответственно литература которая пользовалась на этом все что всем спасибо за внимание да спасибо понравился мне доклад интересно было слушать видно что разобрался человек действительно модель вы вообще учитесь на специалистов по маг моделирование поэтому и для операционных систем вам модели должны быть близки естественно никто не работает при всяких юридических действиях самой операционной системы работают именно с моделью поэтому модель должна быть точная выверенная и на для высоких степеней защиты она должна быть математически выверена то есть должна быть мат модель так что вот модель операционной системы это очень важно соответственно модели должны быть каждой под системы в общем это очень важное интересное направлении спасибо большое и так легоньких галина андреевна не туда смотрю тут нету легеньких нету хорошо поставим отсутствие так арестова арина олеговна я здесь меня слышно да очень хорошо слышно только у вас наверное динамик включен поэтому эхо плохо я фоню да да эхо небольшое у вас давайте экран включайте но это не мешает да 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 продолжайте конечно да 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 все слушаем вас тема моего доклада методы разграничения доступа ну общий их обзор информация мне по классике сейчас на слайде представлено что такое методы разграничения доступа ну наша дисциплина называется информационная безопасность информационная безопасность это совокупность каких-то мер которые направлены на защиту наших данных от какого-то несанкционированного использования изменения или даже уничтожения и рассмотрим то как связано разграничение доступа с информационной безопасности разумеется разграничение доступа это один из методов обеспечения информационной безопасности что же такое разграничение доступа это процесс определения кто с какими ресурсами какие действия может выполнять этот процесс как раз помогает защитить информацию от несанкционированного доступа к ней тех лиц которые доступ этот получить не должны существуют различные подходы к реализации разграничения доступа и рассмотрим четыре ключевых подхода первый это дискреционный доступ это тот с которым мы сталкиваемся сейчас чаще всего здесь владельцы ресурсов каких-то данных или объектов означают кто какие действия может выполнять с объектами в свою очередь пользователи или группы которые получают доступ к этим объектам также могут распоряжаться правами доступа к этим объектам это делает такие системы как мы можем догадаться очень динамичными но в то же время мы понимаем что безопасность гибкость если что-то безопасность падает это используется в операторных темах например в линуксе мы меняем права пользователя а также позже это рассмотрим мандатный доступ подход при котором ограничение доступа контролируется какими-то безопасности системы нет сейчас на уровне политик и опасности например это используется в оборонах структур то есть в системах с высоким уровнем безопасности здесь каждый объект получает какой-то уровень безопасности например секретно совершенно секретно конфиденциально и так далее если пользователь соответствует уровню ресурса или его превышает то он может получить доступ к этому как я уже сказала используется в темах в которых требуется высокая безопасность понимаем что такие системы не гибкие в данном случае между пользователя распределены роли это может быть например должность в организации какая-то функция и так далее почему-то резко зашумели как то я начала доклад презентовать и соответственно доступ к каким-то ресурсам определяется таким образом соответствует роль этому ресурсу или нет часто это используется в корпоративных системах где также роль влияет на то каким ресурсам необходимо иметь доступ и что это атрибутивная модель доступа в данном случае выбор того может пользователь взаимодействовать с информацией какой-то с каким-то ресурсом или нет зависит от очень большого количества факторов то есть от некоторых атрибутов атрибутов атрибуты имеет пользователь например это может быть его также должность функция может быть даже местоположение окружающая среда то есть время отуток сети с которой поступил запрос и атрибуты это также может быть уровень безопасности ресурса как рассматривается и соответственно на основе этих атрибутов то пользователь может получить доступ к какому-то ресурсу или получить отказ в доступе к нему ресурсу пример с которым мы имеем дело чаще всего это разграничение прав файлом в операционной системе линукс это как вы могли уже догадаться дирекционная модель доступа ну здесь сейчас на лайде представлено просто это как обозначается доступ к директории допустим мы помним что первый это доступ для владельцев файла далее для группы в которую входит владельец файла и для всех остальных пользователей и вот таким образом мы изменяем права доступа для директории 000 это значит никто ничто не может сделать с этой директорией и таким образом проверяя права доступа мы видим что действительно наши права изменились это пример дирекционного доступа ну дирекционной модели доступа к ресурсам и таким образом мой доказ был о значении разграничения доступа в обеспечении информационной безопасности как какую роль играет разграничение доступа в ней и также расправила основные модели разграничения доступа на этом у меня пожалуй спасибо спасибо все хорошо значит у нас собственно только три доклада на сегодня получилось больше никто не представил третий был легоньких но ее нету как я понимаю ну на этом наверное мы завершим наше занятие если у вас конечно нет вопросов ну если вопросов нет тогда до свидания до свидания до свидания до свидания